Прежде чем в доме или квартире пользоваться электрообогревателями, необходимо проконсультироваться со специалистом, определиться с выбором марки, потребляемой мощностью, оценить возможность его подключения в зависимости от состояния электропроводки в квартире. Во-первых, категорически нельзя пользоваться самодельными электронагревательными устройствами. Использование таких электрообогревателей несет как угрозу поражения человека электрическим током, так и опасности возникновения пожара. Во-вторых, использовать электродагревательные устройства можно только в помещениях, электропроводка которых рассчитана на мощность такого устройства. При этом необходимо обязательно учитывать разрешенную к использованию мощность, указанную энергоснабжающей организацией в выданных технических условиях на подключение объекта, в котором собираетесь пользоваться электронагревательными устройствами, так как от нее зависит возможность подключения дополнительной нагрузки. Кроме того, необходимо убедиться в исправности электропроводки. Сделать это можно, измерив сопротивление изоляции. Такие электрофизические измерения проводят специальные электротехнические лаборатории. Стоит также помнить, что одновременное включение электронагревательного устройства и других бытовых приборов может создать значительную нагрузку на электрическую систему дома. Также необходимо знать, что при одновременном включении электронагревательного устройства и других бытовых приборов, таких так, телевизор, холодильник, микроволновая печь, стиральная машина и так далее, из-за перегрузки может произойти срабатывание автоматических выключателей или перегорания предохранителей. Чтобы это не произошло, ограничивайте количество одновременно включенных в сеть электроприборов, а в случае перегорания предохранителей используйте только заводские плавкие вставки. А если в доме все-таки запахло гарью или плавление на пластмассы, отключите все электроприемники и найдите причину запаха. И только после этого производите включение приборов в электрическую сеть. Безопасной эксплуатации требуют и системы теплоснабжения, обеспечивающие передачу тепла от источника к потребителям в жилые и коммерческие здания. Особенно в зимний период, так как усиление морозов представляет собой серьезные испытания для данных систем, требующие особых решений. Важной особенностью является повышенная вероятность отказов и аварий в работе систем при низких температурах наружного воздуха. Морозные условия могут привести к замерзанию тепловых сетей или поломке оборудования, поэтому необходимо осуществлять регулярные проверки и обслуживание систем теплоснабжения, а также обеспечить надежную тепловую изоляцию сетей и трубопроводов. Кроме того, при устойчивых среднесуточных температурах наружного воздуха ниже минус 15 градусов Цельсия организации должны организовать круглосуточное дежурство ответственных работников, эксплуатационных служб и обеспечить их связь с дежурным персоналом энергоснабжающих организаций, диспетчерскими службами. Тепловые системы должны быть готовы к увеличению потребления ресурсов, что требует предварительного планирования и резервирования необходимого объема топлива. Важным моментом работы систем теплоснабжения в условиях усиления морозов является их автоматизация управления. Современные технологии позволяют эффективно контролировать работу систем автоматического регулирования, оптимизировать расход ресурсов и быстро реагировать на возможные неполадки. При этом необходимо учесть особенности каждого конкретного объекта и применять индивидуальный подход к настройке и программированию систем. Госэнергогазнадзор обращает внимание, что до наступления периода усиления морозов в организациях, которые имеют систему теплоснабжения, должны быть выполнены следующие мероприятия. Разработаны планы по ликвидации возможных аварий и инцидентов с указанием необходимых для этого персонала, материалов и оборудования. Заключены договора на обслуживание систем теплопотребления с организациями, которые необходимо привлекать к устранению возможных аварий и инцидентов в системах теплопотребления и ликвидации их последствий. Составлен перечень и создан аварийный запас оборудования и материалов из расчета эксплуатируемого оборудования. Ремонтные подразделения должны быть укомплектованы требуемыми машинами и механизмами. Проведены инструктажи всему эксплуатационному персоналу по действиям при резких понижениях температуры наружного воздуха. Работа систем теплоснабжения в условиях усиления морозов – это сложный и ответственный момент, требующий комплексного подхода и постоянного контроля. Только при правильном обслуживании и оперативном реагировании на проблемы, а также использовании современных технологий, будет обеспечена надежная и эффективная работа этих систем в зимний период. Василина Буцкевич, Эдуард Букунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.